ВИДИВИТЕСЯ МАСТЕРШЕФ Дикари, как обычно, бежим по этому полю, несемся, что больные. Чего нам спешить вообще? Чи пробежаться, а, чи шо, как старые добыли. Прибегаем на поверхность, я смотрю по ингредиентам, не могу понять, что хочет вообще с этих ингредиентов сделать злобе. Слушайте все, погоди, секунду, да, стой, смотри, фруктовые шпажки, шпажки мясные. Я мясные туда, да. Да, я предлагал разнообразить меню нашей команды. И тут начинают злобно рассказывать. Я хочу, значит, бургеры, фокаччо, пирог с овощами. И тут у меня, как говорится, забрало, упало и говорю, нет. Делайте цветные блинчики, заряжайте. Да нет, блины никакие. Пожалуйста, это неправильно, мы это долго будем печь, мы не справимся, нас только четыре человека. Делаем, я тебе говорю, оно будет как шаурма хорошая у нас выглядит. Мне одного слова хватило от девушки, темненькая такая, под корей, эти рюстриганная. И Екатерина ее зовут. Говорит, ну, в принципе, говорит, ну, нафига нам рядить сейчас эти рютесты. Я сразу понял, что, ну, это будет затяжное вообще движение. По внутрям вакамоле. Да как бы ты сейчас с ума сошел? Давай начнем сразу торговать. Я буду делать, значит, лимонад, и кто-то из нас пойдет сразу, значит, продавать. Да, ты по компотам. Ты, главное, сейчас сухниться. Наряжаем все стаканчики, я тебе говорю, что сможем. Вообще, просто убираем это тесто. Все, поехали. Именно заряжать изначально напиточками. Это смузи, это компотик, это фреши с мяткой. Чтобы хотя бы изначально хлопнуть хотя бы по деньге, по какой бы ни было. С нами будет весело тебе. Вообще порядочек. Только в путь, я тебе говорю, сейчас замастырим метелечку. Слушай, а была бы классная идея, если бы пошел ты. Есть лицо известное, и у него купят хоть воду, да, чтобы там рядом только с ним постоять. Я иду банчить, я тебе говорю, именно с тобой. Да, сейчас идем, все. Ой-ой-ой, вот это мы забарышимся с деньгами, я тебе говорю, вообще. С самого начала меню у нас не было. Мы решили, что когда ребята пойдут продавать первые наши блюда, они смогут обратить наше внимание на то, что нужно людям, что им еще интересно. Так, давай план, план, по планчику. Я, звісно, уж продумывала стратегию. Это мое бути щось такое швидкое, оперативное, але все-таки мы не можем, ну, знаешь, просто сделать там салат с капустой. Шевелим, шевелим. Так, Драбик, Ира, ты мясом занимаешься. Вирезка тоже твоя, и свинина там твоя. Я зупинилася на таком направлении. Вуличная ежа на сьогодні, вона в тренде, вона актуальна, дуже багато цих фестивалей. От я обрала буріто і бургери. Значит, на буріто нам надо. Ага. Полтора килограмма муки і пятьсот грамм гарячої води. Ага. Ольбша красотка, я тебе так скажу. У неї була зразу стратегія, що вулична людя. В любой парк, чи я там иду, чи любые інші люди, ти деколи, де не хочешь есть, ти підсвідомо, коли ти там бачиш той гамбургер, чи той бургер, ну тебе до него тянет. Знаешь, ти мишу на сир тянет, а тебе тянут оський, там піте якийсь стогідер. Це був правильний стратегічний план. Юлічка, а ти в воді хочеш агар розводить і малину додавати? Як ти скажеш, я таке зроблю. Ну я 7 місяць вчила, скіп'ятила, а потім додала. Вона так сразу по-дружецьки, без всяких там, знаєш, я там шеф, ти от это, ти от это. Вона так, знаєш, піп'яточки, знаєте, давайте от так от. І в неї було в голові меню, і вона його проговорила, і кожен вже для себе там взяв, що він лучше може готовити, для себе там не малював в голові. Оля, я чуть перця чили смішаю, коли буду запекати. Давай, 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 давай. Чисночка туди. Фу, она острая, дайте води. Я просто Олі підходив, спрашиваю, Оля, окей? Вона говорит, да, окей. Я сам доводив до вкуса, вона нам вообще не мешала абсолютно. Вона сказала одно задання, і ми ж повара, ми навіть самі знаємо, як це готовить. Так, всі працюють, всі зайняті. Асортимент був невеликий, але й розуміло, що з п'ятьма парами рук сильно також не розгуляєшся, і краще в уші взяти асортимент, але довести його дома. Це були бургери, буріто трьох видів, були курячі гомілки з перчиком запеченим з овочами, два вида лимонаду, каркаде грінадін, і малина гріпфрут. І були в стаканчиках десерти. У нас малиново-шоколадний мус, також те ще швидко. Духовки включили вже, дівчонки? Так, включим. Лиза сразу же показала, що в відлічі від інших команд, де ієрархія, скоріше, була горизонтальна, і гуру, і шефі сьогодні були демократично, либерально, точні, навіть настроені в відноші команд, імел місто обмін мнениями. Кто у нас? Вона доволі так авторитарно подошла к задаче сьогоднішній. Давай начнем со смузі. Первое, що отдадим, чи напитки якісь, холодне, що-то. Не треба бегати зі стаканами, щас раздавати, основне теж дають денежку. Все, ладно, хорошо. Стопе, знаєш, она говорит, я тут командую. Ми займаємося, чим ми займаємося, девочці? Делаю, що я тебе даю щас рецепт морковного. Ми з тобою займаємося чурразом. Делаємо сате із морепродуктів. Овощи, в принципі, запекаємо, сразу забрасуємо все перцы. Лиза говорит, які ми блюда будемо готовити, що у неї є вже меню. І було моє удивлення, що це були блюда всі ресторанні. Морковка скоро там? Стараюсь. Морковка. Стараюсь. Що-то захотелось все-таки более интересное. Це було сате із морепродуктів. Просто обычне гаспачо було б немножко скучно, поэтому слабосоленая семга туда должна была пойти. Плюс погрызть крылья в медово-горчичному соусі. Десерт чурраз. Палочки. Такі. А к ним сделать несколько соусов карамельный там і шоколадний, і морковний торт. Лизачка! Лизачка, кальмар я делаю кольцями, полукольцями. Нет, просто пока зачистим. Зачистим, приварим, потом кольцями, іначе вони сухарем будуть. Может, Лиза подзабыла, що коли масово скоплення людей, вони їдять все. Все вообще. Тем более, во главі с такими капитанами, їхніми кумирами. Они їх любят, любили і будуть любити. Поэтому я считаю, що ресторанні блюда були немножечко здесь неумістні. Щас буду выходить с розносиком і будем делать по купниночку. Саме главное вначале це було зробити лимонад. І, з однією, щоб вони пошли торгувати і зарабатувати гроші, а з іншою, мені показати свою скорість. Тому що злобний сказав, я тебе по скорости проверю. А мені хочеться Жене доказати, що я хороший сушеф. Що там коктейльчик? Щас минуто йде. Минуто йде. Дениска делает этот, вжимає сок із лаймов. Я набираю ту воду, взбиваю сахар с мятой. І буквально через 20 минут у нас готовлю лимонад. Ми повинні їх порвати, Жене, всіх. Я довела це до вкуса, приготовила, значит, віддавати. І злобний, «Катя, ну що ти так довго? Давай вже, быстрей, собирайся». І в цей момент приходить Денис, значит, ще з фрешем. Дальше, Велико, що тебе ще сюди треба? І не спрашиває мене, вливає фреш лимонний в лимонад. «Є, ну ти що, дебил, б***ь, ну…» «Тихо, тихо, тихо». Я говорю, «Ты че тупиш? Говорю, ты що ненормальний? Що ти мене не спрашиваєш? Ты береш, ну так налей туда, не знаю, моющего средства или колбасу туда, положи. Я тебе разрешала. Уже лимона більше, поэтому нужен опять сахар, опять…» Я говорю, «Пожалуйста, саразнись». Говорю, «Не тупить, у тебя буде черный фартук, пожалуйста». «Нет». «Кислоты, чуть-чуть сахарка, чуть-чуть сахарка, чуть-чуть сахарка». «Я тоже хотела их отправлять продавать, давай отдельно, все, мне больше не наливай». Она начинает верещать, как умалишеная шуи, оно не надо, я говорю, ну так заранее надо предупреждать. Не, ну в итоге мы попробовали с моим добавлением, оказалось ничего, поэтому оно поуспаковывалось, мы добавили немного сахарку сверху, все, зашибись, все выравнилось. Мы погнали, я тебе, копытцем метелить уже. Я говорю, ребята, идите, я говорю, тебе Злобин обещает, что здесь все будет. Катя, только ты мне не навокарись тут. И они уходят торговать. Ядрить! Я уже забула, как это тяжело, если честно. Еще нас вода не закипела, там на каркаде, образно кажучи, уже Злобина, команда «Жовтый», уже побегли, кастрюляку понесли продавать. Ого, жовті уже продавать что-то хотят. Продавать? Ну, то мы розуміємо, что нам треба трошки часу, для того, чтобы выготовить тот продукт, и чтобы он был достойным, но все же таки, знаешь, тут шкарбе просто, и жаба тако налазает, налазает, что они уже там гроши собирают, кассу, а мы еще пусті стоим. Я говорю, так-так-так, тихенько, тихенько, мы все встигнем, краще потім массивно все пойдем разом, продамо. Главное, давайте зараз, чтобы у нас было что продавать? Филе для буретто и для бургера тоже можно. А оно будет больше, или на две части, или маленькими такими штучками резать? Лучше целый, чтобы насочная была, а потом и рубанемо. А потом и рубанемо, да? Да-да-да-да-да-да-да-да. Робимо тесто, четыре замеси треба нам на булочки-бургеры. Одразу Лена сказала, я встану на булочки, я встану на тесто. Давай чуть-чуть олейки, может, да? Давай, да-да-да. Помажем олейкой прямо так. Бери, вот, и все, и ничего не прилипло. На мясо швиденько Женя Клопотенко стає, Ира Драбик також на мясо, Юлечку на десерти відправляемо, и главный герой меня Игорьок, он у меня сегодня был кухонная машина, робокоп, знаешь, он молил фарш на котлети для бургеров, он нарезал овощи так вот на фоконном комбайне, он сбивал все. Так, давайте я людям расскажу, что у нас там будет, чтобы они не купляли заранее. Мы видим, что соседняя команда там уже, по-моему, они за 15 минут, как только начался конкурс, они же пошли там продавать, не знаю, там воду, и они пошли, я не знаю, что они там пошли продавать, но пошли. Это плохо, потому что в продажах такая тактика очень классная, зайти на рынок вперше, ты диктуешь эти цены, ты первый, первый завжди ты лучше. А, они уже продают? Это очень плохо. Ничего, ничего, мы успеем. Людей много, краще, вкусно. Мы продавали постоянно, мы продавали с первых 10 минут. Давай, Бьянина, по двадцаточке давай, по чирику давай, я не знаю, кто сколько отдаст вообще. Начинаем торговать, там все там, Женя, Женя, что почем, типа какие цены, говорю, Евгений? Я не знаю, сколько нарядите вообще. Просто, говорю, загоняем все, у кого сколько есть. Ну, я ж не буду им воротить, я тебе говорю, двадцатку, тридцатку, ну, зачем, ну, просто, я тебе говорю, с людей именно, броденег, которых и так не хватает. Сколько не жалко, сколько не жалко, для победы, давайте зарядим сегодня. Тем более, такие выварки компота, ну, почему бы не угостить, тем более, шарик-то греет, сушнячок-то играет по гландам. Ой-ой-ой, сколько давно в этой шкуре вообще не метелило меня, ой, так приятно. Ой, девчат, сколько денег вообще, я столько в жизни не видел. Люди, сколько дадите, столько и будет. Как бы, ну, говно вопрос. Слышите, давайте я вас пособираю, вот так вот, короче. И все, до свидания. Кто пять гривен, сто десять, сто двадцать, сто пятьдесят, сто сто дал. Давай, три детских за пятнадцать, сто пудов, такие детки красивые, вообще. Назарь что-нибудь. Мы такой стратегией еще не пользовались, что вот прямо, вот сделали что-то одно и сразу побежали. У нас не было такого. Я не могу сказать, что это провальная и эта стратегия вообще даже работает. Но все-таки надо было чуть больше набрать, сразу нести. Потому что они, получается, занесли быстро, одно продали, приходят, а еще другое не готово. Ребят, давайте сейчас будем думать, что мы будем делать дальше. С самого начала я сказала Кате, что я очень хорошо делаю мясо. И Катя, ну, вот отдать ей должное, она мне доверилась. Она сказала, все, делай мясо. Я вкуснее утки не ела. В роботе бомба. Великая, ты меня хвалишь. Великая, ты мне это правда говоришь? Я говорю, конечно, ты супер. Она говорит, мне так приятно это, значит, слышать. Как ты можешь? Я вкуснее утки не ела. То ли это ее испугал черный фартук, то ли я не знаю, что произошло. Она работала, как часы сегодня. То есть она жарила сковородку за сковородкой. Она сначала пожарила свинину, потом пожарила утку, пожарила говядину, потом опять утку. То есть она пахала сегодня на 5 с плюсом. Девочки, работаем, работаем, я вас верю. Марина нормалек, мясо наряжает, все мне нравится. Мальчик, мальчик, как ты вообще поживаешь там у меня? Денис, такой флегмат, пати, я тебе говорю, как включил. Он эту, я тебе говорю, траву рвет. Рвет и рвет. Я тебе говорю. Братан, что мы делаем? Делаем, делаем. Давай, я тебе говорю, заправочку метель уже в пыль, уже давно пора, я тебе говорю, выдавать нам салатик, я тебе говорю. Марина жарила утиную грудку, мне надо было нарезать салат, и мы должны были подавать вместе с салатом утиную грудку, отдавать людям. Беру я миксы салатов, кидаю их быстро в воду, обмакиваю, промакиваю, вымываю от песочка, отрываю, начинаю хрывать на мелкие-мелкие зубчасти, главное, чтобы было вкусно. В чем суета, обоснованная? Я не суета, все, микс салат готовый. Микс салат готовый. Уже как бы все заряжено, надо думать дальше. Говорю, Денис, давай, наверное, походу, ты сделаешь сугубо тупо бисквит. Девчат, никто, подскажу секретик, никто есть не хочет. Все только нашу сирбанинку сирбают, я вам говорю. Злобен, он успевал быть везде. Он все это делал как волшебник. Нормалек. Я подумала, ничего себе, то есть, вот человек вроде бы ходит, улыбается, но при этом замечает все процессы, все вока там. я увидела, сколько многому я могу у него научиться. Сейчас мы десерты делали, блядь, там, стоэтажные. Это продули. Все ждали что-то сладкое от Лизы Глинской, но делать десерты в той обстановке и вот так было невозможно. Капец, как я отвыкла. Потому что, наверное, за это время привыкло каждое блюдо, вот то, что я даю, да, ну, вот, может, это слово там вылизывать, да, вот, и для меня очень сложно отдать что-то некондиция. Елизавета Глинская. Нет, Лиса. Лиса. Как дела? Раньше я побаивалась сектора, так все, дрожала и трепещала. Мне сложно, честно, мне сложно, потому что сейчас я больше в десертах. Сейчас я работаю сектором не первый день, и для меня он также остался учителем, да, но несколько изменились отношения. Я, правда, включила несколько блюд соленых, конечно, это куриные крылья в медово-горчичном соусе. вкусно! это да, это вкусно. Я делаю гаспачо. хорошая идея, сегодня очень жарко. Жарко. И делаю лимонад, это мой фирменный рецепт, он на карамели. И морковный торт! Это! Морковный торт! Моё морковный торт! Да. Ну, шеф-мири, я хочу попробовать вашу. Хорошо? Да. Ага. Мой морковный торт, я уверена, не уступает вашему по вкусовым качествам. Хорошо! Я хочу попробовать. мне достался фирменный морковный пирог от самой Лизы Глинской. Причём, морковный пирог даже сам Эктор обожает. Ну, что тут? Подожди, 280. Надо быстрее, потому что мне надо их уже в туховку поставить. Хорошо? Да. Шевелить тебя быстрее, пожалуйста. Ну, мне кажется, Лизонька сама немного растерялась, потому что незнакомый коллектив, да, мы четыре незнакомых ей человека, она не знает, кто что умеет, как кто работает. Что ты делаешь? Лиза Глинская. Это человек, который просто не говорит, что мы делаем. А что ты сказал на низ? Ну, на низ. Выложи там орехи на дно формочки. Я говорю, на дно, надо на дно. А надо просто перемешать в тесто? Ну, конечно. И арахис? Давай, и арахис, бегом. Я выложу на дно, она там говорит, да нет, не на дно, это она была в тесто, понимаешь. Был момент, когда там вытянешь с духовки сетку. Решетку доставать? Доставай. Сюда! Нет, мы на решетку будем класть! Ну, включай мозг, елки-палки! Включи, пожалуйста. Юля, вот, они бы с Аней очень хорошо бы вместе сошлись. Они все делали, но немного медленнее, чуть-чуть больше что-то подумать, может, надо было. Ну, Оль, логично, что ты... Извини, как тебя зовут? Юля. Юля, ну, логично, шуты, блин, две прихватки берем. Мы делали, что могли, на повышенных скоростях, просто, может быть, если бы каждая из нас знала начальную и конечную точку сегодняшнего кулинарного марафона, мы могли бы как-то пробежать по пересеченной местности более короткой дорогой. А у нас сегодня вот такой был какой-то извилистый путь, в результате которого мы потеряли достаточное количество времени. Я не шеф. Это не мое. Вот, знаешь, если глянуть на Олю, я видела Олю в работе на профессиональной кухне, это вот так, знаешь, ты так сидишь и так... Ой, как же это... Это настолько аж интересно. Помидоры, цибульку, салатик подготавливаем сразу, у нас же булочки есть. Юльчик, малина, сок грейпфрута, у нас и апельсина, минеральная вода и лимонад. У нас будет малина, грейпфрут. Не довелося мені там прикладати багато зусиль, для того, чтобы комусь там впарить какую-то работу, яка была бы ему там нецікавой чи неприемной. Вот они самі вот так вот инициативку проявили. Бляха-муха. Так, спокойно, никаких блях-мух нема. Нема кипишу, нема паніки. У нас постійно якісь скандали, нам постійно тот сукру не вистачало, тот суперяк щось украв та забрав, то ще щось нечесное. Ми тако, знаєш, скандали, скандали, а тут все так якось цивильно, все так спокійно, воно з одной сторони приємно, з одной сторони ну дико якось, знаєш. Так, Юрюшка, ти все успіваєш там, так? Все, все, стагай, мы все наживай. Так, злоби не деда. Зеленушки. Єсь тебе зеленушки, петрушки, укропки. Оля, чуть-чуть не зеленушечки, а? Зеленушечки, петрушечки. Любой, пофиг, петрушка, укропчик там такой. Потім я думаю, стой, стой, стой. Уже злобін, значить, збігав, напродавав своїх там компотів і смузі, чи що він продававав, гроші заробив, а тепер приходить мої ж продукти, мої ж, тобто гроші, ще потенційні, і він їх просить, і, знаєш, з таким просто невинним обличчям, що відмовити нереально. Подожди, подожди, Сяка, а ти що вже поторгував, так давай 5 гривень, як ми послали. Давай, по петерочці. Петрушечку, давай, давай. Все, налегке. Єсь петерочка, пацани. Мені треба було укроп именно нарядити, я тебе говорю, овощі гриль для заправочки. Пішов за стол, беру чирик, я тебе говорю, думаю, ну че, я на чирик зелени взагалі не приобрету. Заряжаю, а вони ж то не выбегають, понимаєш, у них то деньги еще по корзиночке нема. І тут вони ведуться вообще налегке. Думаю, вообще порядочек. Ой-ой-ой, за чирик вообще так предназначили себе укропчика. Чирик несу тебе, я тебе говорю, заветний за зеленушечку вообще. О, пацан сказав, пацан сделав. Все, помажьте. Злобим принесом гроші за укроп. Я кажу, Ленка, давай. Я говорю, ты знаешь, як утрогаши делают. Пойдись по всім продуктам, хорошенько, типа, знаешь, і ми всі продукти десятку, і це, і окропили, окропили, окропили. О, десь хороші, великі, маленькі, великі, маленькі. Ну, короче, знаєш, як це? Я вот таке себе там вмією, продумала. По всьому, по всьому, давай, 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 по всьому. Давай, 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 о, сутки. Давай, давай, о, сутки. Нас вообще сегодня все как-то спорилось, сделалось, ми бігом, бігом. І тут уже булки готові, і котлеты готові, і начали ми формувати ці бургери. У нас бургера вже чорти скока. Лена, самий красивий, самий вкусний бургер для папочки Ектора надо зробити. Хорошо. Самий вкусний. Ну, йому по 100 гривень, наверное, продамо. У нас ще будуть курячі гомілки голіні і з овощами. Гриби, картошка, помідор, просто таке, овощне сате і гомілка. Пройшло два роки, але, мені здається, пройде ще і 5, і 10 років, і я буду переживати ті ж самі відчуття, коли підходить Ектор, тримтить просто тіло, ти переживаєш, який би ти, нібито, вже впевнений в собі не був, і нібито, що все добре. І всі в тебе вірять, і все в тебе виходить, і життя складається, як треба. Але оця людина, вона, я не знаю. Ви нас вирощуєте, учите, спасибо большое, Ектор, спасибо, я вам салфетку зараз найду. Не такий страшний чорт, як його малюють, так само й Ектор. Не такий він страшний, як про нього всі думають, він дуже так привітно і по-доброму, з підтримкою підійшов, запитав, просто скуштував котлету, бургену сказав, що це смачно. І стало тепліше, стало ще простіше, якось навіть працювати, спокійніші. Я закінчил, в принципі, с курицей, а там у мене время. Є свободне время. Оль, що допомагати? С Олєю було все супер, отлично. Я люблю, коли на кухні не авторитарний режим, а режим понимання. Ну, дуже командна работа була. Все було добре. В інших командах, у жовтых, там, Женя спелся з Женей, вони вдвоєм, що-то там, на своєм языці, там, що-то разговаривали. Ну, такой, типо, смішно этот язык, ми якось не друг друга нашли, прям, як будто, два брата абсолютно. Це чирик дайте, чирик дайте, 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 дайте. Фі-фі-фі. А що ви бачите? Манчат вообще? Нет, ну, только мы торгуем, братан. Да, ніж той ще не торговал. А вони щас, хі-фі, через три часа время закінчатся, і будуть вони шляпу нюхать. Утці я з трохи, походу, вообще, отбоганна. Братан, люди вот так вот салат брали, а там потрясатки, она, так, дві сотки даёт, два, понял, без дачи, уже начинається там нормальная постанова. І ми отдали їм утку з кабачками, з баклажанами, і це тож продавалося вже. Сказали, утка бомба просто. Все, а хто ж мариновав, я тебе говорю. А хто готовил? Рыня, ти бог кулинарии. Та ти розкажеш щас. Ніхто не торгує. Полтора часа прошло готовки, ніхто не торгує. Я понимаю, що це преимущество. Ну, і я ціни підняти не можу. Короче, давай мені, я щас напишу ціни, братан. П'ять шашлыків, чотири смузи даёт п'ятерку. Мені, ти че, братан, я вообще попутал. Дайте мене весь отмело буду писать. Ні на що, я тебе говорю. На протяженні всього конкурса я не поставив ни одной ціни. Я тебе говорю, скільки єсть, просто дайте, і ми вам зарядимо то, що вам хочеться. Просто решив такого, я тебе говорю, современного Д'Артан'яно, я тебе рупусти. Я тебе говорю, от каждого по возможності. Так що вообще мені не метель свої ціни там. Фух, я думаю, треба чим-то разнообразити меню. У нас уже уточка єсть, уже і салатик єсть, уже і овощи, допустим. Уже как би все заряжено. Бісквіт, мені, я тебе говорю, що там вообще у нас происходит? Бісквіти зараз уходять в духовку. А походу, пока я тебе говорю, бісквіт, мені я тебе говорю, ходил, бісквіти-то ніфіга не готовы. Те, які я изначально ему обозначил, що треба їх вже рідити. Фух, думаю, ну шо ж ти за флегматичний мені, він вообще такий. Що даже не в духовке? Ти шо, полтора часа бісквіт не можеш замутить? Я говорю, давай, кода, шо, кода? Уже проходит, я тебе говорю, там полтора часа, а у нього бісквіти не готовы. А плюс ще надо делать крем. Ой-ой-ой, думаю, все, надо рідити Екатерину, я тебе говорю, рядышком, просто, я тебе говорю, предназначить, примагнитить к этому человеку. Бісквіти порежем сливками зальем офигенски. Я через кондитерский рішов. Давай, давай, давай. Он спек бісквіти на противень, и в этот момент я вижу Дениску, который, значит, с круглой формочкой, четыре колечка. Говорю, що ти робиш? Нет, режем, Деня, ну ты нормальний. Что? Мы договорились, мы режем на квадрат. Ну, хатите на квадрат. Ну, скільки он уходит, ты шо, нормальний, ну, Джек. Ну, минуточку. А че портить-то? Кружочки симпатичнее выглядят. Ну, просто то, что количество их, количество квадратиков больше, чем кружочков. Но об этом я сначала не подумал. Денис, ну, ты, там очередь стоит, километр. Так вот еще есть. Нет, режем. А где помазано? Все? Кого помазано? Крем стоит в этом, в холодильнике. Надо вот так вот порезать, с одного противня будет там 50-60 бисквитов. Что ты тупишь? Я говорю, давай, я делаю. Ты вообще, сейчас я тебе сделаю порцию и давай продавай. Сможешь? Давай. Потом я пыталась там сгладить. Говорю, ты же такой колоритный, такой парень. Потому что ему тоже было обидно, что двух парней отправили. Они торгуют. А Дениска тут бисквиты печет. О, 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 наконец-то. Смотри, бисквитмен. Ой-ой-ой, бисквитмен. Как ты был вообще, мне дура. Ребята, нам через 15 минут надо выходить торговать, чтобы мы что-то не продаем. Женя, я сейчас наделываю бургеры. Что, ты побежишь? Да. Мясо уже, там, те, одне готове, гомілочки, курка готова. Тут уже лаваші ми пекли. Своюнина допекається, розбив вже нарізався, овочі спеклись. Женя Клопотенко, він швиденько нагрілі, пожарив курку, закинул її в духовку, щоб доходило це для буріто. Зайнявся овочами, потім лимонадами, помагав Ігорю. Женя вже, я бачила, як він просто хотів і рвався швидше до продажу. Жека, знаєш, да, це, ну, треба собі знати, те діла. Бургер от Олі Мартинов. Пиши, пиши. Мартинбургер. Я люблю продажи, мне в этом что-то получается, потому що я люблю розмовляти, я весь такой, я поговорити люблю. Поэтому я поїздила Олі, і самое главное, що Олі услышала мене, і мені було дуже приємно. Я спросив у неї, Олі, скажи, а скільки буде бургера? Вона говорить 100. Я такий, 100. А я говорю, а скільки буде буріто? Она така, теж, около 120. Скільки буде куриця? Она така, около 50. Ми в прошлый раз сделали 9 тисяч кассу. Я подумав, що нам потрібно в этот раз сделать около 10-12 тисяч, щоб побігти, 100% ми це можемо зробити. Чого, буріто по 40 продавати? Більші вони, покажи, вони такі нормальні. Вони нормальні будуть, да. Вони по 50. Я предположив, що ми все продаємо. Взял 12 тисяч, поділил на все, на все, на все количество наших блюд. І мені вийшли ціни. Женя дуже швиденько понаписував, назвився там бургер по 50 гривень, буріто по 50 гривень, лимонади по 20, десерти, муси по 30. Щас, Ігорюк, побіжиш. Клопотенка вже пішов. Ігор, давай, все, литий. Я, коли вже помідори додавав, тут хопа, вже кричит, короче, уже Юля, Оля, все, кажутся, вже, помогає Клопотенка, він там уже таскає, короче. Ну, щас без базара все возьмем, короче, подхожу. Мені стаканчики впихнули, мені там ложки впихнули, тарелки впихнули. Опа, какой-то мус, ступа, стоїть такой шоколадный такой, видно, нормальний грасть, щас нужно быстро нанести. Оце я возьму, потому що воно... Ніет! Я возьму, там, ***! Чого ти кричиш, ба? Я не успіла даже піскнуть, понимаєш, просто в плані тому, що... Сказати, типа, не бери, не бери. Він такий, ой, шо, ой, шо, я там, я просто хочу допомагати, а ти там мені не даєш, а ти мене це... А ну не кричи, я тебе... Женя, отпускай, нормально. Отпускай уже, блин, чого ти кричиш? А я держу, все равно не отпускаю, потому що я це все робила, блин, реально, ну, там, не дві минути, понимаєш, це все гроші, які ми зараз маємо заробити. І він отак це все хватає, якби тему пофігу, понимаєш, і хоче вже біжать. Я йому отдаю, і він біжить. І я в мене серце не на місці, думаю, боже, доніс, не доніс, не доніс, не доніс, думаю, ну, ладно, господі, хай все буде хорошо, побіжав. Він зараз уронить все. Ні, ну я на нее без обид, я понимаю, она бандани на голову одевала. Ну, а мы одевали бандану на голову, она ее не одела. Ну, вот, походу, солнечний удар жесткий получило, что перегрелось, не знаю, короче, полностью вся система накрылась тормозным маслом, то я, в принципе, даже не обиделся. Я пришел. Сейчас еще придут овощи, это будут курица с овощами. Ну, кому что? Два бургера, один лимонад. Отлично, делают два бургера, один лимонад. Я сказал, что это блюда от Оли Мартыновской, я думаю, напишу их так, потому что Оля Мартыновская, все знают, а что там уже ниже, неважно. Блюда от Оли Мартыновской, там бургеры, бурри, то люди, что-то там, главное, услышали, что Оля Мартыновская, и все были счастливы. Кто желает средствую бургер? Да, понял, да, понял. О, отлично, самый лучший бургер в этом городе. Когда толпа людей, нужно говорить так, ты, потом ты, потом ты, потом ты, чтобы вот здесь стоит толпа людей, нужно с каждой стороны по одному человеку, а потому что если ты будешь в одном углу, люди будут думать, что ты не уделяешь им внимания, главное держать толпу все вместе вот так вот. Пожалуйста. Меня уволят, меня выгнят с команды, я, знаете, я им сказал, да ладно, давайте бесплатно людям отдавать, они сказали, нет, иди продавай. Все люди как будто получают внимание, и такое, получается, искривленное мнение, что я про каждого думаю, я не могу про каждого думать, но, ну, это такой обман продаж, но, тем не менее, я, наверное, сделал там пару тысяч гривен, ну, наверное, тысячи три-четыре сделал сам кассу. Сейчас у нас будет самая лучшая бурри, то я пока сбегаю, хорошо, я вернусь к вам, отлично, супер, хорошо. Я бежал еще быстрее, потому что желтые начали продавать, вообще, там, после 20 минут работы, они начали что-то продавать, все них еще нет даже в помине, что все там еще что-то заморочились. Девочки, давайте подумаем о ценах, зайцы мои. Я смотрю, как Оля Мартыновская, знаешь, все работают, кто-то свои коррективы вносит, люди начинают торговать, идти уже, все, они работают, мы стоим. Мы решили не продавать, кто, мы? Да, мы решили отличиться. Раз, там, Лиз, может пойти торговать, там, знаешь, может уже пора, нет, вытащили пирог, пирог стоит, ему надо стоять, ну, сколько ему остывать, он не должен, ну, час, я считаю, стоять. Крылья, когда, две, три уже есть? Три через минуту. Ну, знаешь, каждый раз казалось, что вот-вот-вот еще чуть-чуть, еще немножечко, вот-вот я вот тут чуть-чуть дожарю, вот тут немножко доварю, и вот-вот, ну, сейчас все-все-все сделаю. Буквально 5-7 минут, и мы можем первую идти продавать. Мне нечего просто было выдать, у меня было, там, 10 несчастных стаканчиков с чуросом, и у меня были крылья, нечего было особо нести. Мы вышли работать, оставалось, я не знаю, наверное, полчаса до конца. Мы от Лизы Глинской, десерты Лизы Глинской сейчас будут, сейчас мы просто еще не доделали их до конца. Прибегаем, смотрю, а там у двух соседних команд вообще, знаешь, торговля именно, мне казалось, да, что там крики, визги, видно уже, ну, не пять минут продают, и не двадцать минут продают, а как минимум, там, я не знаю, мне казалось, что они уже час как пить дать продают, понимаешь? А мы только прибежали, и прибежали с крылышками, и с этими пару стаканчиками десерта. Но это на самом деле, знаешь, это не так много. Крылышки, почему никто не берет крылышки, они вкусные, по 40 гривен я их делаю. Дороговато? Да, это сама Глинская делала. Ну и люди, что-то, знаешь, они ждут Глинскую, они ждут десертов, понимаешь? И что ты им, я уже и так, и сяк, и что мы там им не рассказывали? Вы вначале кушаете крылышки, а потом мы вам, это обязательно там, да, у Лизы морковный торт, там, пирог. Крылья мертвым грузом, да, ну, как бы, там, пару порций, и, знаешь, не спешат. Забирай вот эти крылья, подожди. Крылья по 50 рублей не бегут покупать. Я уже на эту Левензон молилась, думаю, принесет сейчас вилки, по-любому, мой морковный пирог. Приходит Левензон, приносит опять крылышки с вилками. Я говорю, а пирога нет? Она говорит, Лиза не дает, украл сдача. Давайте мне пирог, давайте мне что-то. Сейчас будет пирог. Очень туго все идет, мама. Наташа, зачем, если туго идет, ты ходишь и что-то просишь? Знаешь, зачем? Зачем? Там стоят и говорят, где пирог от Глинского. И в итоге получилось, что морковный я вынесла минут, наверное, за 15. И поставила хорошую цену, ну, не знаю, насколько, ну, не дешевую. Вот, и у людей так срабатывает, ага, морковный торт, 50 гривен, что я за морковку буду 50 гривен давать, да? Морковный пирог за 50 гривен, очень вкусный, Глинская делала. Лиза делала. Лиза делала. Я Глинском же, Лизу они не узнают, а Глинская они точно узнают. А Лизу они не знают. Я считаю, что просто стратегия немножко подхромала сегодня. Что покупают на улице люди? Они покупают закусочки, бутербродики, они покупают шашлычки. Люди очень редко покупают гаспачо. Итак, гаспачо с слабосолёганной сёмкой, холодненький. И вот получилось, что все стояли возле столов и ждали что-то сладкое от Лизы Глинской, которое ничего сладкого, в принципе, практически, ну, там был мусс из малины, ну, их стаканов было, может быть, 20, которые ушли очень быстро, и Чурас, который ушёл за первые 5 минут. 40 гривен крылья, много осталось, мы их недопродадим. Понятное дело, что ушло первое столово, то, чего практически не было. И как-то я сегодня так скудненько всё это наваяло. Вы ели когда-нибудь гаспачо от Глинской? Ну, вот почему вы не хотите попробовать? А это не от Глинской гаспачо. А то будут потом на меня грешить. В Пирогово, допустим, год назад, да, в том случае улетела именно такого плана. Еда ушла первая, а уже потом уходили десерты. Здесь почему-то произошло всё абсолютно не так, как я ожидала. А ну, пацаны, пацаны, девчата, девчата. О, Злобин пришёл, всё. О, Злобин, иди сюда, я не могу отвечать на некоторые вопросы. Шо-шо? Как называются твои авторские блюда? Это мои блюда? Да он шутит. Я вообще не думал, я тебе говорю, о конкуренции, я тебе говорю. Потому что мы раньше всех стартанули часа на полтора, понимаешь? У нас уже коробочка наполнялась. Бабла уже немеряна, братан. Мы уже ногой там трамбовали в эту коробочку, отвечают. Столько она летела. Вот я тебе говорю, пробежал, вот так собрал просто и отдавал. Сюда то, туда то, кто же выкрикивал. Может, там и на халявку, я тебе говорю, столько пролетело. Ну, как бы, это было невзираемо. Просто хотелось, я тебе говорю, вкусно накормить людей. Спасибо. На здоровьичко, будьте здоровы. Спасибо всем, что пришли вообще. Мне вообще казалось, я тебе говорю, только в путь можно вот, я тебе говорю, Джексона там танцевать, я тебе говорю, бёдрами вилять стоять, там, ламбаду с кем-нибудь, там, с Мариной, Екатериной. Ну, не с бисквит-майном. Давай, собираем денегу. Ну, ты же, поделись, я же садись. Хорошая политика, всё прекрасно. Ну, и когда пришёл я, я установил чуткие грани, ниже чего мне не давать денегу. Ну, то есть... Почём бисквит? Ну, о чём? Ты не меньше 20 гривен. Не меньше 20, слышали все? Бисквит за 2 рубля, это тоже, знаешь, так можно просто открыть боготворительный фонд и просто бесплатно раздавать. У тебя свои цены, походу, у меня свои нормально живём. У меня дороже, у тебя дешевле. Работа идёт, я смотрю, красный у них там собирается толпа. Смотрю на их досочку, а там цены 70-80 гривен какие-то, там 50, я уго думаю, как бы. Бургер, кому бургер? Последний, 50 гривен. Оля Мартиновская бежит до нас, я понимаю, что процесс там на кухне уже заканчивается, вот, и она идёт нам помогать. Веласьте сюда, я тебе говорю, велася, давай, давай. Влезь там в ту форму, кажу, давай акцион строить. Начальная цена, нет, начальная 50 гривен, кто больше? Я кричу, начальная цена, ну я уже научилась, значит, начальная цена 50 гривен, кто больше за 50 гривен? Ау, 150, Юля, 150, фотка від Оли, бургер і компот, 150 раз, 152, продано. Якийсь мальчик, просто мальчик выбігає з толпи, бежить до Оли, Оля, ау, за цей цей. Приніс нам 200 гривен, дали нам 50 гривен здачі. Можна автором? Можна, конечно. Так, як звати? Артур, сейчас тут. Давай, на чистенький. Все, я автором, бачте, не хотів. Вот, знаешь, дочащі емоції – це просто бесценні. На які 100 гривен не стоять. Він так стає, такі щасливі, довольні, що він сфоткається з Олі. І нахід, той бургер, нічого, просто що він сискало Олі. І що це, ну, реально, такі вот чисті, класні емоції. Знаеш, які в нього буде воспоминання на все життя? Ми все разкупили, все, що ми приготовили, ви все купили. Ми продали абсолютно все. Це мечта, наверное, каждого ресторана. Коли продали все, ти можеш бути уверен в тому, що ти зробив максимально все, що міг. Я біляю за жовтую команду, тому що сверху на дисквіті був крем. Я пробувала утку в жовтій команди і курицу в красних. В красних більш сочне блюда було, насыщений вкус був. В жовтых, ну, немножко не хватило сочности овочам. Я за красних. Удачі! Я пробувала блюда всех трех команд. Утка просто сказочная, от нее остался соус, потому что это безумно вкусно, дешевле, чем у синих. І мясо – це просто конек этой команди. Сьогодні я пробувала бургер «Красная команда» от Оля. Ну, він был дорогий, але вкусний. Мене порадовалося. Ми отупили у синих команди морепродукты, потому что це було одне з немногих блюда, которые можна дати маленькому ребенку. В основному все було жарене. Единственное, що підходило. Мені не подобаєла жовтая, тому що сказали, що скільки дадите, стільки і буде. В «Красной команде» все було вкусно, але дороговато. Потім на последні блюда поставили высокі ціни. А в «Синій» команде все було хорошо і вкусно. Більше всього мені понравилась «Красная» команда. Бурритес був просто шикарний, курица теж була отлична. Ми пробували у «Желтой» команди шпажки, мясо на шпажках, і пробували салат. Нам дуже понравился салат. Також, мені кажется, «Желтая» команда дуже грамотно сделала то, що вони раніше всіх винесли свої блюда. І це, мені кажеться, поможуть увеличити виручку. Остається там 5 минут. Я поворачиваюсь і думаю, о, стоїть «Николай». Я його обнимаю за талию, улыбаюся в кадр. «Николай» говорить, «Ребята, я пришел сказати вам, що время торговать вышло». Я останавливаю продажу. Я думала, ми фотографируємося. Я говорю, можна я з вами стану рядом. Извините, пожалуйста. Стоп, продажа. Все. Ми с улыбочкой йдем на вердикты, потому що завжди надежда умирає в последній. Ми до конца надеялись, що наші блюда понравились. Мені завжди хочеться победити. Далі ви побачите. Учись, яка так, смотри. Раз. Ого, Таня, смотри, як умею. Ого. Она как, давай я тирю пальцами перебирати. Ай, яй. Це реально талант. Ви умудрились заработать. Не пропустить.